Ну что ж, дорогие друзья, это первый медицинский канал, это 18-я ассамблея «Здоровая Москва», мы работаем в прямом эфире, и у нас вновь гость, водовозов Алексей, мы его очень ждали, российский научный журналист, медицинский блогер, а также, это редко, почему-то кто-то говорит, это очень важно, врач-терапевт в высшей квалифицированной категории, но даже не это важно, важно, что это еще и токсиколог, а таких врачей на самом деле у нас очень мало, особенно грамотных. Но поговорим немножко сегодня о другом, поскольку, к сожалению, немножко сжатые сроки у нас, вы только что отвели сессию большую, интересную, поговорим о медицинской журналистике в целом, потому что вы ведете свою страницу, я активно ее читаю, вот как, в общем-то, и многие другие, потому что интернет действительно, это такая большая база, казалось бы, знаний, а с другой стороны, это база незнаний как раз, как оказывается. В основном. Потусторонняя, да. Да, в основном. Вот, как выбрать правильную информацию? Ох, это достаточно тяжело, конечно. Это зависит от того, специалист вы или не специалист, да, потому что, если вы специалист, вам придется в этом рыться. Если вы хотите. Ну, да, это, конечно, важная оговорка, и еще одна важная оговорка, знаете ли вы английский. Вот, вот. Потому что, как показывают исследования, к сожалению, страшное, просто ужасное, ужасно маленькое количество врачей владеет английским у нас, в нашей стране. Алексей, а можно я прям быстренько, вы дальше продолжите. Конечно. А в чем проблема большая? Ну, хорошо, можно не владеть, скажем, блестяще английским языком. А и не нужно. Ну, действительно, ведь такое количество переводчиков, понимаете. И потихонечку, а ты начинаешь читать медицинскую литературу, шаг за шагом ты запоминаешь это все. К сожалению, люди говорят, как, ну, я все равно не знаю, а зачем, я потом почитаю у нас, или мне на конференции расскажут, и уже получается искаженная информация, да. Я понимаю, что если человек не ориентируется вообще, да, то есть если он не медик и так далее, ему на самом деле чрезвычайно сложно во всем этом разбираться, но если такие вот простейшие советы давать, всегда ищите первоисточник. То есть не ориентируйтесь на информацию СМИ, потому что СМИ, это в основном кликабельные заголовки, да, это нужны посещения, просмотры и прочее, прочее. Поэтому, скорее всего, будет, что там израильские ученые изобрели универсальное лекарство от всех видов рака. Ну, плюс таргетированная реклама всегда будет. Это само собой, не без этого. Но если вот такое сенсационное утверждение есть, ищите первоисточник. Ну, хорошо, Алексей, первоисточник, смотрите, все-таки мы с вами современные врачи, современные медицинские журналисты, говорю, не говорю блогеры. Значит, почему, объясню, потому что процентов 80, наверное, на мой взгляд, тут даже есть небольшие исследования, не у нас, разумеется, не у нас, обратите внимание, дорогие друзья, что блогеры не подкрепляют тоже свою информацию к каким-то доказательной базе, а это очень важно. Так вот, написано, дескать, это сказал профессор такой-то, это сказал академик такой-то, понимаете, и у нас вот то самое мировоззрение, что была питерская школа, была московская школа. Вот этот стереотип пора менять. Они еще и есть. Они и есть. И этот стереотип пора менять, что доказательная медицина работает по другому принципу совершенно. Конечно. Вот, я хочу, чтобы вы пояснили это. Конечно, это да, это очень большая проблема на самом деле, не обращать внимание на авторитеты. Этому нужно учиться. Это вот очень такое непростое умение на самом деле, и это прекрасно продемонстрировал Йосино Риасуми. Абсолютно. Вот это просто идея. Я ждал, я ждал. Да, просто это самый главный итог этой ассамблеи на самом деле, что он наконец-то во всеуслышание, под запись сказал, что он не изучал голодание у людей. Что он не диетовый, и что он не автор методики интервального голодания. Алексей, ну знаете, что обидно в этой ситуации? Вы об этом писали до этого, я об этом писал постоянно. И никто этого не слушал. Понимаете, и вот начинается, это не так, это не так, но у нас же есть такой. Сколько мы писали про кето-диету, опять же. То же самое. Вот наконец-то появился. Причем это же вызвал, это же такой эпик фейл, по большому счету. Да, конечно, конечно. И для организаторов в том числе, по большому счету. А для него-то какой? А для него, да, потому что у него лицо было совершенно ошалевшего человека. То есть, ну что вы спрашиваете, при чем здесь это? Я изучал дрожжи, он несколько раз повторил, бедолага. Нобелевский лауреат, друзья. И на это многие как раз и повелись, когда пришли. Конечно, конечно. И самое главное, то есть от его имени же раскручиваются все эти вещи. Вот поэтому нельзя ориентироваться исключительно на авторитет. Это должно быть именно что подборка исследований, то есть массив исследований, качественных исследований. То есть не просто так, взятых там с потолка и так далее. И даже это не обязательно должно быть рандомизированное, потому что обычно говорят, РКИ это прям золотой стандарт. Нет, качественные исследования. РКИ тоже бывают некачественные. Да, Алексей, смотрите, абсолютно солидарен с вами. Вот тут большая сложность даже, я бы сказал, для хороших врачей. Потому что огромное количество, действительно. Вот если открыть тот же самый ПАПМЕД, мы с вами, если нам нужно будет, найдем любую статью, которая будет нам нужна для доклада. Абсолютно. Скажем так, это действительно золотой стандарт, но для очень конкретных ситуаций. То есть, например, мы изучаем, как действуют новые какие-то экспериментальные лекарства. Мы его сравниваем с уже существующим на рынке, например. Ну, либо если это вообще новое, какое-то абсолютно прорывное и так далее, ну, может быть, с плацебо. Ну, опять же, сегодня есть такая тенденция к тому, что плацебо вообще в принципе неэтично использовать даже в исследованиях. То есть, мы должны использовать лучше, если это препарат первой линии, а если больше ничего нет, то мы используем то, что есть. И обязательно сравнение. Вот РКИ, причем с ослеплением, и желательно даже с тройным ослеплением, то есть, не только сам пациент не знает, не только врач-исследователь не знает, но и те, кто проводит потом оценку результатов, не знают ничего. То есть, они это оценивают все вследствие. Кстати, давайте сейчас скажем, что это большая редкость на самом деле. Очень большая, но все-таки это правильный подход. Так вот, в этом случае оно оправдано. Но если мы, например, будем смотреть какие-то эпидемиологические данные, РКИ здесь не подойдет совершенно. Алексей, вы знаете, это большая, мне кажется, вообще беда, при том не только у нас. У нас это вообще беда, потому что эпидемиология – это то, что нам нужно. Это тот дизайн, который выстраивать очень сложно, но у нас этих исследований колоссально мало. И более того, знаете, что меня зачастую пугает? Привлекают далеко не лучших специалистов, потому что очевидно совершенно, если ты будешь включен в это исследование, опубликуешь статью, одна статья, у тебя хирш, оп, и тебе ничего делать дальше, собственно говоря, не надо. То есть вот опять же, вот это несправедливость какая-то. Это несправедливость, я согласен. Ну, вопрос-то в том, что, к сожалению, это не ведется разъяснительной работы, в том числе для врачей. Потому что у нас почему-то всегда образуются два полюса немедленно. То есть вот пришла доказательная медицина, и у нас появились немедленно фанаты. Да, апологеты. Апологеты, причем в худшем смысле этого слова, именно что фанаты. То есть если нет РКИ… Скорее вы правы. Да, то есть если нет РКИ по этой теме, значит, не существует этой темы вообще. Это с одной стороны. А с другой стороны есть другой полюс, который вот тот полюс именует доказашками. Никогда не слышали? Слышал, конечно, что вы. Я же вас читаю. Доказашки, я понимаю. То есть мы с вами доказашки. Получается так. Видимо, еще есть пост казашки. Но неважно. В общем, получается два полюса почему-то. И нет никакой нормальной золотой середины там, где находятся люди адекватные, и которые понимают, что пирамида доказательности, она выглядит не совсем так, как ее рисуют, начиная с метаанализа РКИ. Она начинается именно с качественных исследований. То есть что не обязательно оно должно быть рандомизировано. Оно может быть когортным. Оно даже может быть случай контроль в крайнем случае. И при этом оно будет качественным, с правильной оценкой статистики. Статистика – это вообще отдельная песня с припевом. По статистике мы с вами можем целую программу сделать. Часов к шесть. Может быть даже больше. Потому что это огромная проблема. Нас этому не учат. То есть я учился в 80-х годах, нас этому не учили. То есть все это пришлось потом брать отдельными курсами, учиться. Я вам хочу сказать, что я учился, поступал в 2000 году. Нас этому тоже не учили. Да. И более того, когда я защищал кандидатскую, я отдельно учился полгода, ходил на отдельные курсы. У меня был отдельный человек, чтобы научиться. Хоть немножечко. Немножечко. Я не могу сказать, что я что-то там сильно понимаю еще до конца в этом во всем. И чтобы правильно хотя бы произносить, что теория вероятностей. Да. Это отдельное правило. Это, кстати, хорошее правило проверки, между прочим. Смотрите, кстати, как пример. С одной стороны, у нас есть вот эти плацебо-контролируемые исследования. А с другой стороны, вот мы недавно это обсуждали с нашими кардиологами. Вы их тоже прекрасно все знаете. Приблизительно у нас круг опинин-лидеров-то он. И тех людей, с которыми мы общаемся, он один. Значит, йога, дыхание имеет место быть. Скажет любой хороший доктор. Да. Доказать невозможно. Ну, почти. Ну, вот на уровне каких-то, так же, как это очень со многим связано. У меня любопытно ваше мнение. Сейчас немножко перейдем дальше к токсикологии. Я прям так ждал этого. По поводу остеопатии, что думаете? Ой, ну, насколько я понимаю, нецензурно ругаться нельзя, поэтому я вам предпочитал промолчать. Ну, посмотрите статью, например, на английской Википедии. О остеопатию. Она помечена значком с аурой. То есть так, как помечена любая альтернативная методика. То есть это вещь, которую придумал Эндрю Стилл. То есть мы точно знаем, кто придумал. Мы точно знаем год. Мы точно знаем, как. Он посмотрел на внутренности курицы и придумал остеопатию. Но, ребята, это вещь, которая изначально шла из ошибки. Это как гомеопатия, как хиропрактика, как иридодиагностика. Они все вначале имели огромную системную ошибку. И потом из нее уже развивались. Поэтому, ну, если мы говорим о той классической остеопатии, и, к сожалению, очень многие остеопаты не знают основ остеопатии. Они Стилла не читали. Я его специально читал. То есть вы прям книжку прочтете? Да, конечно. А сейчас, вот чем хорош интернет, вы можете найти все. Вы можете найти автобиографию Стилла, например, оцифрованную, изданную в 19 веке. Вы можете найти его книги по остеопатии и так далее. То есть все это можно найти и прочитать, что о чем он говорил. Я надеюсь, это не Даркнет, где вы все это нашли. Нет. Нет, нет, нет. Это как раз университеты. Они сейчас в университетской библиотеке. Сейчас выглядят изумительно. То есть можно найти, там, не знаю, 15-го, 16-го века и так далее. Да, да, это правда. С этим намного проще стало. Да, то есть можно пойти и почитать источник и посмотреть, что он имел в виду. Вернее, как, что он говорил. Потому что современная остеопатия это, скажем так, интерпретация, это война интерпретаций. И в этом смысле она немножечко напоминает религию. Из гомеопатии та же история, что вы неправильно интерпретируете. А религия, я бы сказал, это тождественность тем словом, я это все-таки произнесу, как маркетинг. Понимаете? Отстройка от конкурентов. Я стал в последнее время чуть смелее, наверное, как, в общем-то, справедливости ради и вы, потому что все мы с чего-то начинаем, у нас есть у всех страхи, но тем не менее мы приходим к тому, что хоть кто-то должен правду говорить, наконец-то. В общем, да. И вы знаете, я в последнее время подумал, а ведь очень многие маркетологи, они ничем не лучше, чем драгдилеры, по-хорошему. Ну, по большому счету, да, им нужно продать тот товар, который не пользуется спросом. Драгдилерам даже в этом смысле лучше, он пользуется спросом. Да, потому что то, что они продают, это приводит к метаболическому синдрому, к сахарному диабету, к усугублению сердечно-сосудистых заболеваний, и вот эта пирамида у нас растет. Токсикология. Так. Слушайте, по-моему, только в нашей стране такое количество ноотропов пытаются ввести людям, которые перепили накануне. Что это творится? Почему? Это с неврологией пошло это вот. Но я по большому счету скажу, что это какие-то небылицы абсолютные. Но люди так в это верят, вы понимаете, хуже-то не будет. Хуже не будет. Вот. Не навреди, да? Не навреди. Именно. Генри Марш сейчас обрадовался бы, да? Совершенно верно. Дело в чем, похмелье это как и простуда, состояние, которое проходит абсолютно самостоятельно. Именно поэтому и на простудах существует индустрия огромная, и на похмелье. Просто потому, что вы можете абсолютно любые средства туда пихать. Главное, чтобы они, скажем так, не работали против патогенеза. То есть, ну, например, тот же кофеин, он здесь явно лишний. Так. Просто потому, да, что у нас на фоне интоксикации уксономальдегидом, опять же, для многих это сюрприз, но похмелье это интоксикация уксономальдегидом, повышается чувствительность сердца, рецепторов сердца, если быть точнее, к адреналину. И кофеин у нас, что он делает? Он увеличивает частоту сердечных сокращений, он увеличивает потребность миокарда в кислороде, а и так плохо все это, да? То есть и так там кровь сгущена, у нас в коснародном, проблема с его доставкой и так далее. И мы создаем ситуацию для возникновения инфаркта. И, наверное, нарушение ритма тоже как раз. И нарушение ритма в меньшей степени, потому что, как ни странно, у кофеина есть мембранно-стабилизирующий эффект. Это да. И это немножечко, так сказать, ну да, бывает фибрилляция, бывает, но вот инфаркты все-таки чаще. Причем, что интересно, встречались описания инфарктов у 19-20-летних. Да вы что? Да. Это именно алкогольное отравление? Именно при алкогольном отравлении и с последующей кофеинизацией. С попыткой. То есть человек пытается отпоиться, да, привести себя в норму при помощи кофеина, и вот таким образом он получает инфаркт. И, кстати, давайте не забывать, что это сильнейший диуретик еще, по всем прочему. Да, плюс. И у нас и так есть обезвоживание, и мы получаем еще и диуретик. Тут вот как раз мы с вами обсуждали в кулуарах на предмет ацетилсалициловой кислоты. В принципе, к сожалению, у нас далеко не многие понимают, но мы проводим радиоститутную работу, слава богу, хотим мы с вами, и еще некоторые кардиологи, то что ни в коем случае для первичной профилактики вы не должны использовать ацетилсалициловую кислоту. Значит, но многие с утра что делают? Первое. Две таблетки растворимого аспирина. Прокомментируйте. Еще и грамм витамина С. Да, обязательно. И лимонная кислота, да. Да, лимонная кислота, да. Ой, ну что тут комментировать? К сожалению, к сожалению, почему-то пользуются популярностью вот самые какие-то первые упоминания, что действительно были исследования о том, что аспирин помогает. И вот все, у людей вот в голову это вошло и вот заскорузлило буквально. То есть пустило корни, там цементировалось, кальцинировалось и не сдвинешь вообще никак. Хотя появляется новое исследование постоянно. То есть в чем плюс, например, либо хорошего врача, либо просто продвинутого человека? Он готов менять свое мнение. Апдейт каждый день, на самом деле, ребята. И хорошим врачом. Ну, каждый день это, конечно, перебор. Не, но тем не менее, я говорю, каждый хороший доктор, тем не менее, мы знаем прекрасно раз в три дня, хотя бы открывает аптодейт, вот, и уже хотя бы что-то посмотреть. Хотя я отлично. Хотя многие такого слова не знают. Давайте с этого начнем. И по большому счету, это, конечно, тоже не панацея. Абсолютно. Там тоже пишут иногда спорные вещи, мягко говоря. Но хорошим врачом, это привод к дискуссии, во всяком случае. Да, да, да. То есть повод позадуматься, что-то поискать, какие-то новые исследования и так далее, это правда. То есть вот готовность именно к изменению своего мнения, это первое. И второе, нельзя жить по новостям. Нельзя. Ну, нельзя жить по новостям. Нельзя немедленно превращать их в практические действия. Этим грешат очень многие биохакеры, к сожалению. То есть как только прошла новость про куркумин, про то, что он помогает головному мозгу, он исчез из магазина. Метформин. Или там, я не знаю, и так далее, и так далее. Но с метформином все непросто. Метформин препарат-то неплохой, просто надо понимать, когда его применять. Но если мы его принимаем без показаний, зачем? Абсолютно. Вот. Абсолютно. Об этом речь. Потом, никотинамиды одно время начали массово уничтожать. Очень много всего. Очень много всего, конечно. То есть именно как только это мелькает в новостях. Ноотропы постоянно. Ну, это да. К сожалению. Так же, как и противовирусные. И уж тем более еще одна тема интерфероны. Но ладно, мы все охватить все не можем. Хочу вот как специалисту, как ученому, который изучает вот такой момент, потому что далеко не каждому этот вопрос задашь. Поскольку, говорю, вот мы с вами на одной стороне баррикад в отношении биохакинга. Я уже, в общем-то, адресовал одному ученому этот вопрос в отношении господина Фаги и ЛСД. Вот отношение к ЛСД, вообще к психоактивным веществам и отдельно к тетра-канабинолу. Ух, конечно, это очень непростой вопрос. Ну, смотрите. Вопрос в том, чего мы хотим достичь. Если мы хотим ставить эксперименты в стиле лирии, ну, ради бога, можно, да. То есть это по большому счету, ну, я понимаю, что в нашей стране это запрещено, во-первых, да. То есть это регулируемые вещества, причем так строго регулируемые. Мы не призываем. Да. И подчеркиваем, что это действительно неправильно. Но если мы говорим именно о научной составляющей, да, то есть проводить такие эксперименты, ну, почему нет? В конце концов, там очень много практического выхода потом из всех этих исследований было. То есть мы действительно можем найти некоторые вещи, которые в той же психиатрии, в той же неврологии, может быть, еще где-то потом могут быть использованы. Это правда. Ну, не знаю, какой пример привести, такой вот самый простейший, ну, атропин, наверное. Да. Потому что он то же самое, он может быть и прекрасным, там, не знаю, входить в состав примитикации, например. Мы можем им спасать жизни, с одной стороны, а с другой стороны прекрасно описан атропиновый психоз. Да, да, да. Вот. Здесь примерно вот такая же вещь. Там высокодозный, насколько я понимаю. Да, да. Но, опять же, еще раз подчеркиваю, то есть таких людей приходилось видеть, которые специально доводили себя до такого состояния. Что интересно, это были наши коллеги, поскольку у них был доступ. Да, да, да. И они на себе ставили такие эксперименты. Значит, если говорить о производных марихуаны, ну, смотрите, опять же, это лекарственное растение. Это правда. Это никто не отрицает, да. И оно активно сейчас изучается. Уже есть, боюсь ошибиться, ну, по-моему, три препарата зарегистрированных с различными видами. Там в одном случае стандартизированный экстракт, а в двух других случаях это синтетика. Так вот, что мы делаем? Что если мы убираем психоактивное вещество, главное, да, то есть как раз ТГК, то, например, каннабидиол очень неплохо себя показывает в клинических исследованиях. И у него реально есть фиксируемые в хороших исследованиях, в качественных исследованиях, у него есть действительно позитивный эффект. Но проблема в том, что обычно такие результаты, они рассматриваются через призму легализации. Хотя бы медицинской марихуаны, например. И здесь получается обратная ситуация. То есть человек, который хочет получить реальный терапевтический эффект от этого препарата, он должен принимать не цельное растение, не его экстракт, а вытяжку конкретного действующего вещества, которое не обладает психоактивной составляющей. И вот тут получается вот такая очень интересная вещь. То есть с одной стороны его продвигают с целью, в первую очередь, конечно, получения неких психоактивных плюсов, скажем так. А с другой стороны, все позитивные вещества, все позитивные эффекты находятся со стороны не психоактивных компонентов. Все понятно. И это самое главное, что еще раз мы подчеркнем, что мы к этому ни в коем случае не призываем. Мы сегодня поговорили о достаточно важных вещах. Я вас уверяю, что Алексей Водовозов будет продолжать делиться своими знаниями. Он делится практически каждый день, и это здорово. Обязательно подписывайтесь, обязательно читайте, и обязательно, друзья мои, научитесь анализировать информацию. Мы работаем в прямом эфире. Через некоторое время мы с вами увидимся вновь.